добрый день в моих руках новинка 2015 года от фирмы дуги называется f1 turbo mini что хорошего есть в этом аппарате у него мощный процессор и у него есть поддержка 4g lte сетей давайте сказать рассмотрим вопросы все которые связаны с скоростным доступом в интернет и так вот если вы обратите внимание то сейчас он подключен в режиме 3g идет обмен данными в действительности мы его подключили именно в 4g 4g рекомендуется как видите стоит но уровень сигнала 4g слабый и он там где мы находимся и он не хочет подключаться к сетям 4g это можно сделать принудительном порядке заходим в инженерное меню звездочка решетка звездочка решетка 364 6 6 3 3 все вот для вас инженерное меню когда вы зайдете будет выглядеть вот так нужно выбрать пункт band mode sim 1 сверху у нас идут 2g сети дальше идут 3g сети дальше идут бенд моды связанные с сетями четвертого поколения и так отключим ему 2g сеть и 3g сеть чтобы он в них не мог даже зайти нажимаем set и нажимаем ok и возвращаемся вот сюда и о чудо у нас уже горит 4g но как видите у нас здесь всего лишь только одна палочка вот если подойти к окну там будет 2 а у противоположной стены дома их будет 3 так что это все сильно зависит от того где вы находитесь так возвращаемся опять в настройки смартфона и если вы обратите внимание то вот у меня сейчас я это покажу вот он смартфон подключен в usb я его буду использовать как usb модем его можно было конечно использовать и как точку доступа но вай-фай в данном случае usb модем будет лучше потому что он одновременно и заряжается и передает данные и так режим модема и вот такая вот галочку можно убрать либо точка доступа вай-фай либо уэсби модем ставим usb модем и вот по звуку вы слышите как мой компьютер к нему подключается так это у нас открытся спид тест нет и мы с вами попробуем протестировать скорость работы интернета через наш usb модем 4g так скорость у нас получается приличненькая 14 половиной мегабит в секунду ну бывает и 20 если рано утром или поздно ночью то можно получить все 50 60 оператор у нас в данном случае тестируется мтс так это у нас на отдачу пошел в общем вот на этом тесте мы получили 13 с половиной с половиной мегабит в секунду так теперь давайте вернемся к нашему смартфону и переключим его в режим 3g то есть видите сейчас уровень сигнала слабый там буквально одна единичка так звездочка решетка звездочка решетка триста шестьдесят четыре шесть шесть три три решетка звездочка решетка звездочка так и вот сюда вот вот сюда в эти дома галочку поставим который 2000 сет посмотрим его поведение о переключился на 3g отлично вот у нас отвалился интернет и снова появился так нажимаем тесты гейн тестируем снова уже ну для 3g сегодня просто замечательно 9 мегабит прям фантастика какая-то обычно бывает 2 3g так это у нас пошла отдача вот у нас сейчас получился результат на 3g в два раза хуже но практика показывает что как правило разница бывает более существенная может еще раз попробовать протестировать нам также дадут такую же скорость еще подсветка порядка семью как это все и и и ну ладно совпадают результаты и так возвращаясь к самому что мы можем с вами сказать что конечно же использовать его в качестве вот такого мощного usb модема для компьютера можно но лучше всего это делать вот чтобы он одновременно заряжался если вы будете ходить со смартфоном вот в таком вот виде постоянно то есть включенным 3g или 4g то тогда вы получите ну вы разрядите свой смартфон если вы будете агрессивно пользоваться интернетом за несколько часов если он уже если он был полностью заряжен если вы хотите проходить с ним два дня то необходимо выполнить следующие операции вернем смартфон в исходный вид вот нажмем восстановить по умолчанию все галочки у нас появились на прежних местах на смартфоне 2g сети включены они у нас самые экономичные выходим из инженерного меню и еще мобильная сеть служба 3g и делаем у этой службы выкол сейчас сеть потерял и сейчас вот видите буковка е загорелась это он вошел в нашу обычную совершенно 2g сеть все энергопотребление у смартфона резко снизилась соответственно письмо если вам придет электронное или сообщение вы все равно получите несмотря на то что там скорость низкая 3g и 4g рекомендую использовать ну когда вы начинаете там просматривать кино или качать какие-то большие файлы но опять же еще раз повторюсь что если вы будете ходить с этим смартфоном с постоянно включенным 3g или 4g то и агрессивно пользоваться интернетом то батарея будет разряжена за несколько часов в таком режиме как он сейчас находится в 2g он будет ходить два дня спасибо за внимание